На видео представлена работа с животом, абдоминальный массаж. Это оздоровительный метод массажа. Он позволяет аккуратно и эффективно восстанавливать и поддерживать функции внутренних органов. Здесь применяются приемы надавливания и сдвигания. Цель массажа – устранение повышенного спазма, улучшение оттока венозной крови, лимфы от органов, устранение отека, увеличение притока артериальной крови при гипоксии или недостаточности питания, нормализация и стимуляция производства и выделения пищеварительных соков и ферментов, стимуляция атоничного кишечника, еще его называют ленивый кишечник, во время массажа помогаем мышцам кишечника и протоков продвигать содержимое кишечника, и после такой тренировки он начинает функционировать. Противопоказания. Острые инфекционные заболевания с высокой температурой. Острые воспалительные заболевания органов брюшной полости. К ним относятся хирургические заболевания. Туберкулез в острой форме. Внутренние кровотечения из органов и значительные наружные кровотечения. Острые психические заболевания. Неадекватность пациента. Не проводится массаж для безопасности массажиста. На первом приеме, как правило, проводится диагностика. Выявляются жалобы пациента, места сильной боли и намечается план работы. Оздоровительный массаж живота может быть использован как основной вид работы с внутренними органами. Но, как правило, мы дополняем его различными методами для получения лучшего результата. Такими как противоперазитарные мероприятия. Это прием горьких трав, дегтя, пихтового бальсама. Очистительными. Это постановка клизмы. Прием вазелинового и касторового масла. Зависит от показания при диагностике. Прием препаратов, например, стимулина Д, АСД-2. При сильной боли совмещаем с медовым массажем и вакуумными банками. Также этот массаж очень хорошо сочетается с рефлексотерапией стоп. Все эти методы вместе, собранные одним курсом, дают очень хорошие результаты и положительные отзывы. Продолжение следует...